Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Проверка качества. Вице-губернатор Кубани посетила «Анапу», чтобы посмотреть, как организован детский отдых в здравницах курорта. Бирюзовые берега. Почему Черное море меняет цвет и к каким последствиям это может привести? В лето за отдыхом и здоровьем. Крупнейшая анапская здравница открывает сезон. В «Анапе» с рабочим визитом побывала вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова. Анна Алексеевна посетила несколько детских здравниц, чтобы лично удостовериться. Отдых и оздоровление наших юных гостей, организованное на высоком уровне. Первый в маршруте – санаторий «Анапа». Здравница принимает детей с особенностями здоровья. Для них созданы все условия – удобные номера, специальное оборудование, программа пребывания. Чем занимаетесь? Сейчас же на море не пойдешь? Ничего не пойду? Ну, то есть, есть достаточно для вас активности, чтобы весь день ваш был занят? Да. Достаточно? Вице-губернатора волнует и цена образования отдыха, и условия для гостей. По словам руководителей санатория, загрузка на сегодняшний день стопроцентная. Номера в корпусе эконом-класса были раскуплены еще в феврале. В самой большой в стране детской здравнице «Жемчужина России» завершается первая летняя смена. С начала года здесь уже приняли 11 тысяч детей. 5 тысяч из них – дети Кубани. Отдохнут летом в лагере и анапчане. Учитывая замечания прошлого года, в этом сезоне руководство строже подошло к приему детей. 100% загрузка. Сейчас мы имеем меньшую загрузку, в связи с чем? Потому что крупный заказчик мозгов, который в прошлом году нам всем создал проблемы, связано было с чем? Что у них был плохой отбор детей там на местах, первое. Очень много детей, которые приезжали без права. Когда мы в этом году отбирали детей, мы очень много детей не приняли. Готовые медики детской здравницы. Закуплены дополнительные лекарственные препараты. При малейших симптомах ребенка изолируют из корпуса. И, конечно, как и во всех санаториях, проводят курортное лечение. Детей смотрят. Какие они получают? Получают грязь. Лечение у вас есть кабинет отдельный? Грязь от детей? Наша анапска. Сабвелевая грязь, наша анапска. Они получают вот здесь, получают магнитотерапию, получают психологическую разгрузку. Потом у нас своя лаборатория, которая тоже определяет все необходимые параметры крови. Ну, все, что необходимо. И, конечно же, узкие специалисты, как я уже сказала, гастронтеролог, драматолог. Анна Менькова проинспектировала изолятор на 100 мест. Посетила столовую, которая имеется в каждом из пяти корпусов. Побеседовала со спасателями, оценила воду в бювете жемчужины. Понятно, что Краснодарский край является, остается главным детским курортом в стране. Огромное количество детей к нам приезжают. И мы еще и, безусловно, должны внимательно следить за тем, как отдыхают наши дети, отдых которых мы субсидируем. Этот санаторий выбран не случайно. В прошлом году мы получили достаточно много количества жалоб. Но я объективно хочу сказать, что ситуация исправлена. Здесь делают профилактику, научились делать профилактику различных заболеваний. Условия для отдыха просто первоклассные. Важно удержать детский отдых на высоком, качественном уровне. О воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и уважении к истории страны, говорили глава Анапы Сергей Сергеев и председатель Совета ветеранов города-курорта Анатолий Гапонов. Встречи двух руководителей традиционны. Нынешняя прошла в канун 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Наш город, город воинской славы, с особым вниманием относится к важнейшим вехам истории. У нас приближается знаменательная дата. Буквально через пару дней, День памяти и скорби, 76 лет, как наша страна единственная выступила против фашизма, потом уже эта коалиция начала складываться, и поэтому мы мыслим, что мы, как всегда, вместе с вами приветствуем народ. Вы мобилизуете работу аппарата, администрации, служб города, депутаты вас в этом поддерживают, и народ год от года, все больше, год идет на эти патриотические мероприятия. Особенно это отметили в этом году, в День Победы бывает. Здорово, много народу, и много, много детей. Сохранить имена героев родной страны, передать молодежи истинный смысл далеких трагических событий, цель общегородского патриотического движения. Мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, 22-го века, то, о чем мы сейчас говорим. Можно было и забыть про это все, можно было не вспоминать. Но тогда из этого вытекает, а тогда какую победу мы празднуем? Все правильно. И мы-то понимаем, у меня есть убеждения, точно такое же, как у вас, хотя я уже считаю себя следующим за вами поколением. Но молодежи, конечно, если мы сегодня не будем рассказывать, то наше место придут другие и расскажут то, что они хотят рассказать. Связь поколений в Анапе очень сильна. Молодые анапчане искренне участвуют во всех значимых событиях родного города. 21 июня юные активисты проведут традиционную акцию «Свеча памяти». Она начнется в 21.00 у стела «Город воинской славы». 22 июня в 9.30 на мемориале у братской могилы советских воинов и жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Старом кладбище состоится митинг-реквием. Приглашаем всех анапчан и гостей города почтить память тех, кто погиб во имя мирного будущего нашей страны. Свыше 2000 обращений граждан, поступивших в администрацию города-курорта с начала текущего года, рассмотрено комиссионно с выездом на место. Это 70% от всей поступающей корреспонденции. Работа с заявителями должна идти не на бумаге, а напрямую. Об этом говорил и губернатор Кубани на общекраевом планерном совещании. Глава Анапы Сергей Сергеев принял участие в совещании. 2800 обращений поступило в администрацию Анапы с начала года. Чаще всего жители города-курорта обращались по вопросам качества энергоснабжения, ремонта дорог, строительства сетей водоотведения, выдачи техусловий на воду и газ. На общекраевой планерке глава Анапы докладывает губернатору в работе. С обращениями граждан подчиненных нацеливает на личное общение с заявителями. Я всю эту работу держу на личном контроле. Мы проводим глубокий анализ рассмотрения, особенно повторных жалоб. Я специально выделил сотрудника на жалобы, которые мы пообещали исполнить, но по тем или иным причинам не исполнили. Мы посещаем этих людей дома. Хорошо быть, вы знаете о том, что пообещали и держусь на контроле, что не выполнили. Это у меня такое позитивное настроение и перспективу оставляет. Ощутимый результат дает практика выездных приемов. В этом году на них побывало 173 человека. 2026 письменных обращений рассмотрено комиссионно с выездом на место. Это 70% от всей поступающей корреспонденции. Своим подчиненным Сергей Павлович дал поручение поднять все нерешенные вопросы. Три дня рабочих вам достаточно с учетом сегодняшнего. И письменно раздать вопросы. Заместителям отработать это те, которые с бородой. Согласно того, что мы обещали и не сделали. Почему? По статистике территориальная принадлежность поступающей корреспонденции не изменилась в сравнении с 2016 годом. По-прежнему наибольшее количество обращений поступает от жителей города, Субсехского, Анапского и Приморского сельских округов. Черное море меняет цвет. Такое сенсационное сообщение сделали ученые НАСА. На снимках из космоса видно, что наше море приобрело бирюзово-жемчужные оттенки, хотя ранее всегда было темно-синее. Специалисты говорят, что это связано с цветением особого фитопланктона – коколитофоридов. Количество этих водорослей в последнее время возросло. Да, действительно, начали массово размножаться какие-то либо новые виды водорослей, либо те, которые присутствовали в очень ограниченном количестве. Ну, я так предполагаю, что, может быть, как раз появление новых биогенных элементов, которые, в общем-то, благоприятно сказываются на размножении этих водорослей, и вызвало их массовое развитие. Что из этого может, так сказать, последовать, опять же, это мы знать не можем, до тех пор, пока мы этот вид не изучим и не, так сказать, узнаем его биологию. Кроме изменения цвета, массовое цветение водорослей может пагубно сказаться на морских обитателях, так как в воде резко сокращается количество кислорода. Но экологи неблагоприятных прогнозов пока не делают. Между тем, исследователи отмечают, что смена цвета моря в начале лета – обычная ситуация, которая происходит каждый год. Просто в этот раз фитопланктона стало больше. С книгой на скамейке в Центральной библиотеке открылся библиотечный дворик, где жители, гости города в тени деревьев, сидя за столиками, могут познакомиться с книгами любимых писателей Кубани и послушать стихи. В этот раз звучали стихи известного кубанского поэта, лауреата Международной премии имени Шолохова Виталия Борисовича Бакалдина, которому на днях исполнилось бы 90 лет. На книжной выставке представлены издания его книг разных лет. Вся жизнь, трудовая деятельность и его литературное творчество связаны с Кубанью. Суровые испытания войны, радость мирной жизни, учительский труд – все нашло отражение в его творчестве. Как много мудрой радости, прикосновений к святости, прикосновений к юности, таинственных веков, звучит из давней вечности, из звездной бесконечности, любви и человечности к нам обращенный зов. А в секторе краеведения прошла читательская конференция «Патриарх кубанской литературы» Виталий Бакалдин. В ней приняли участие читатели библиотеки, участники мастерской для начинающих писателей «Литера», театральной студии «Облака», а также сотрудники библиотеки. На конференции прозвучали несколько докладов, посвященных жизни и творчеству поэта, а также его стихотворения, которые являются образцами искренности, гражданственности и ответственности перед Родиной. Библиотечный дворик будет работать каждую пятницу с 15 часов. Ярко, красочно и с присущим ведущей здравнице масштабом. В одном из крупнейших санаториев курорта «Жемчужина России» дали официальный старт детскому летнему отдыху. В зажигательных флэш-мобах и танцах приняли участие более пяти тысяч детей. Не обошлось и без сюрпризов. Гвоздем программы стало выступление группы «Льван». Подробности в материале наших корреспондентов. Вот так массово и патриотично «Жемчужина России» открывает смену. Сегодня здесь отдыхает около пяти тысяч ребят со всей страны. Все они приняли участие в празднике. Санаторий условно разделен на пять внутренних городов. Космос, Лучезарный, Солнечный, Приморский и Сокол. Каждый город продемонстрировал свою особенность в индивидуальных выступлениях. Парады отрядов принимали почетные гости. Депутат Анатолий Сухов специально прилетел из Свердловской области, чтобы посмотреть, как отдыхают дети из этого региона. Порядка полутора тысяч детей у нас получают День здоровья. И очень прекрасные отзывы по организации мероприятий, по детям. Прекрасные корпуса и администрация городского округа чувствуются, что активно участвуют в таком хорошем социальном проекте. Самое основное, конечно, для детей. Это всегда была она по-прайшему, на стране детская. Как она сохранилась, как хотела. Это здорово, нам уральцам нравится. И мы, конечно, будем сюда приезжать. Вадим Язев приезжает в «Жемчужину» уже восемь лет подряд. Считает, лучший для отдыха места нет. И после каждой смены у него появляются новые друзья со всех уголков России. Я живу в Ярославле. Там очень много заводов. Воздух не такой чистый. А тут Россия, Анапа. Очень нравится климат. Все прекрасно, много деревьев. Погода всегда, ну, практически всегда хорошая. Очень нравится. Летняя оздоровительная кампания и санаторий был полностью готов еще в апреле. На сегодняшний день здесь уже успели отдохнуть около трех тысяч детей. Но самая горячая пора еще впереди. Летний сезон, да, действительно, мы открываем вот таким большим мероприятием, которое называется Антей. Мы собрали здесь всех детей «Жемчужины России» в количестве пять с половиной тысяч детей. Это дети со всей Российской Федерации. Собираются это все наши давние партнеры, которые из года в год, каждый год едут отдыхать в «Жемчужину России». Ежегодно на открытии сезона руководство санатория преподносит ребятам сюрпризы. Не обошлось без них и в этот раз. Гвоздем вечерней программы стало выступление группы «Л-1» во главе с кумиром молодежи, рэпером Лемоном Горозия. Зажигательные хиты «Якутяночка», «Тигр», «Океан» и многие другие стали настоящим подарком для юных отдыхающих. «Оставайтесь собой!» Наши спорте деньгами, и чтобы не было с нами «Жемчужина», «Оставайтесь собой!» Еще один флагман детского отдыха в нашей стране – Всероссийский детский центр «Смена» продолжает принимать участников в различных спортивных мероприятиях. В федеральной здравнице прошел шестой этап открытого всероссийского турнира по плаванию «Кубок Золотого кольца». В нем приняли участие более 250 участников из 15 регионов России и стран СНГ. Участвуют четыре возрастные категории – от 2004-го и старше до 2007-го и младше. За победу сражались юноши и девушки из 19 команд. В первый день турнира пловцы преодолевали семь дистанций – вольным стилем 800 и 1500 метров, 200 метров на спине и комплекс 100 метров брас и вольный стиль, а также эстафета четыре раза по 50 метров вольным стилем. Бассейн очень хороший, никогда не плавал в таком. Вода прозрачная. Очень большой плюс – это то, что он открытый, очень хорошо дышит в свое время. Такие соревнования в смене проходят впервые. Цель турнира – популяризация плавания и выявление сильнейших юных пловцов. Кроме того, для самих ребят это возможность обрести новых друзей. Когда ребята из Барнаула познакомятся с ребятами из Пензы, а эти знакомства, эти связи, они остаются на всю жизнь. Потому что я сам по себе знаю, что проходит много-много лет, 20 лет, 25 лет, а ты встречаешься и знаешь, ты помнишь, с кем ты был на соревнованиях, кем ты был, из какого города, из Питера или он. Или из Самары, или из Волгограда. И это все то, что остается с тобой на всю оставшуюся жизнь. Это самый главный багаж, это самая главная победа. Победители получили грамоты, медали, кубки и ценные подарки. В Анапе стартует шестой фестиваль – конкурс искусств сотворения. В течение трех дней его участники со всей России будут выступать в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Театр», «Инструментальное творчество». Пройдут открытые круглые столы членов жюри с преподавателями и руководителями творческих коллективов. Откроется фестиваль 23 июня в 10 часов в городском театре. Завершится там же 25 июня грандиозным галоконцертом. Зрителями конкурсных выступлений могут стать все желающие. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» колбаса «Вечина» 209,90. Сосиски «Родионовские» 269,90. Сервилат «Российский» 319,90. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 21 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов, ночью столбик термометра опустится до 18 и выше нуля. Ветер переменный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok